Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шамуродова. И мы сосредоточимся на итогах первой части сезона серии А, потому что сейчас у нас небольшая зимняя пауза, новогодняя, итальянское первенство возобновится только в следующем 2021 году, поэтому можно подвести определенные промежуточные итоги для Эльдора и для его итальянской карьеры. Давайте разберемся, почему он так мало забивает пока что в Дженуа, в чем он, возможно, прибавил по сравнению с Ростовом, а в чем, может быть, он играет уже похуже, чем в российском первенстве. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывавшись на этот канал, вы будете всегда в курсе моего мнения касательно важных футбольных и спортивных событий. Ссылка на мой канал на Яндекс.Дзене в описании. Подписывайтесь и читайте мои тексты на сайте Яндекс.Дзен. Итак, если говорить по факту, то первые месяцы Шамуродова в Италии вышли очень тяжелыми, собственно говоря, как и ожидалось. Пока что у него один гол и одна голевая передача за Дженуа. И следует отметить, что здесь, конечно, есть определенные претензии и к самому Эльдору. Возможно, в каких-то моментах следовало действовать острее, в каких-то моментах следовало сыграть на партнера и так далее. Но, вы понимаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. А Шамуродов действительно старается. И все-таки здесь следует признать, что большая часть его проблем в Италии связана с объективными причинами. Ну, во-первых, он попал в кризисную команду Дженуа сейчас в полной заднице. И в турнире на таблице, и в плане игры. И, конечно, на фоне такого коллектива сложно забивать мячи и показывать качественный футбол. Все-таки нападающие – это люди зависимые, люди, которых нужно кормить хорошими передачами из глубины на обострение. Второй момент – это травма, которая была у Шамуродова на самом старте итальянской карьеры. Он успел провести пару матчей, а потом вылетел практически на месяц, что, конечно же, сбило его с толку. Ну и вообще, мы должны понимать, что у него не было возможности, например, адаптироваться как следует команде. Он пришел в Италию прям посреди сезона, и сразу же его выпустили там со скамейки запасных в основе. То есть, нужно было срочно помогать команде. А как ты поможешь, если ты еще до первого матча провел там 2-3 тренировки всего лишь с командой? Понятное дело, что в этих условиях, когда игрок адаптируется к новому коллективу прям посреди сезона, без какой-то вот подготовки летней, здесь, конечно же, тяжело футболисту. Если бы он пришел летом, если бы у него была парочка-тройка месяцев, чтобы постепенно войти в новый коллектив, то одна ситуация была бы. А так, ну, сами понимаете, предсезонки фактически ни у кого не было. Только закончился один чемпионат, стартовал другой. Шамародов успел провести несколько матчей уже с Ростовом. Он вместе с Ростовом готовился к этому чемпионату, а потом он уже по ходу сезона в Италии переходит в новую команду. Ну, понятно, дело тяжело. Ну, и, разумеется, нужно учитывать фактор перехода в более сложную лигу, потому что здесь, в Италии, совершенно другая стилистика игры, здесь совершенно другой футбол, и здесь куда более опасные соперники, защитники более высокого уровня, галкиперы. Вот вспомните, например, момент, когда Шамародов мог забивать Милану, но Донарума потащил опаснейший удар. Вот большая часть галкиперов в российской лиге не справилась бы с этим моментом, а Донарума потащил, поэтому здесь, конечно, нужно учитывать банально вот фактор того, что в Италии галкиперы более классные. Ну, и вообще, Дженуа, эта команда в каком-то смысле является разочарованием вот текущего сезона серии А. В принципе, здесь неплохие исполнители, но как тут все не складывается у этого коллектива. Коронавирус их подкосил на старте сезона, когда половины состава не было потом. Эта самая половина состава очень тяжело втягивалась в сезон. Вспомните предыдущую команду Шамародова, Ростов. Они вот влипли в неприятную историю с коронавирусом, и на две недели были выведены из тренировочного цикла, когда команда сыграла молодежкой против Сочи. И как это сказалось на команде? Чудовищно! Ростов пошел на спад. Вот и здесь в Дженуа похожая история. Поэтому, да, были объективные причины, которые, конечно же, повлияли. И в целом Шамародов провел тяжелое полугодие, но очень трудовое, очень боевитое. Он старался помогать команде, и за это, конечно, стоит его похвалить. Ну а теперь давайте развеемся в плане статистики. Шамародов получил достаточно низкий балл от сайта Huskord, который подсчитывает все технико-тактические действия. Рейтинг Шамародова 6,34. Один из худших в его команде. Но, с другой стороны, точно такой же рейтинг, например, у Дзапа Косте, звездного новичка, который так на секундочку пришел из Челси. А еще хотелось бы отметить, что Пандев, которого, ну, можно сказать, и вытеснил из стартового состава Шамародов, так вот, Горан Пандев получил рейтинг 6,28. То есть здесь игрок, который борется с Эльдором за место в составе, он показывает футбол, ну, скажем так, еще хуже, чем Шамародов, называя вещи своими именами. Хотя вот в последнем туре перед зимней паузой Пандев снова отвоевал себе место в основе, в стартовом составе, вытеснил здесь Шамародова и, в принципе, неплохо сыграл в связке с Дестро. Поэтому в заключительном туре 2020 года Пандев показал себя неплохо. Но, в целом, по ходу этого чемпионата, мы видим, что у Шамародова более высокая оценка. Ну и давайте разберем его статистику, в чем он прибавил, в чем он, может быть, играет хуже. И главное, давайте разберемся, почему он сейчас не забивает, с чем это связано. Ну, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что он стал меньше бить, значительно меньше. То есть, вспомните классическую присказку нападающего Киржакова. Бил, бью и буду бить. Вот, пожалуйста, это основа основ. А здесь у Шамародова очень туго с нанесенными ударами. В прошлом сезоне за Ростов у него было в среднем три удара за встречу. Сейчас он наносит в среднем всего лишь один удар в Италии. Но это, понятное дело, ни в какие ворота не лезет. И с такой статистикой, ну, особо не наиграешь. И, понятное дело, что здесь можно поделить какие-то претензии к самому Эльдора, что, может быть, плохо открывается. Но, в первую очередь, мне хотелось бы отметить слабую игру полузащитников, которые не обеспечивают команду нужным количеством опасных ситуаций и опасных моментов. И, в целом, как мне кажется, сама игра Джена очень примитивная. Много навесов в расчете на того же самого Скамаку. Такого, знаете, двухметрового бомбардира впереди. Но такая схема, такая система не всегда работает. В результате, Шамародов не получает должного количества моментов. И, как итог, он почти не забивает. Потому что слишком мало ударов. Ну, и, конечно же, нужно отметить уровень соперников. Потому что вспомнил я момент в игре с Миланом, где Донорума потащил удар с Шамародова. Вот было бы это в российской лиге, скорее всего, Эльдор забил бы гол. А здесь, вроде как, как форвард. Он сыграл идеально, без всяких вопросов. Развернулся, ударил, за долю секунды все это успел сделать. Но Донорума, это, конечно, гений. Поэтому, конечно, сейчас тяжеловато Эльдору забивать. Тем более, что его не подкармливают передачами. При этом жаловаться на то, что он мало работает, не стоит. Напротив Шамародов трудяга. И вот если брать оборонительную статистику, он сейчас показывает лучший футбол в карьере. Вот без шуток. У него в этом сезоне 0,6 отбора и 0,5 перехвата за встречу. В сумме, получается, 1,1 раза за игру. Это когда Шамародов отнимает мяч у соперника. Ранее лучшим показателем было 0,8 отбора и 0,2 перехвата за игру. Это в первом сезоне за Ростов. То есть в сумме один раз он обезмячивал соперника за встречу. И сейчас он старается, он помогает Дженуа. И учитывая то, что Дженуа большую часть матча играл от обороны, это, в общем-то, пригодилось команде. Шамародов действительно бился, сражался за коллектив. И это было заметно, и это было видно. И поэтому, хоть он и не забивал, но все равно его ставили стартом в составе. Потому что нужен такой трудяга нападающий. И если посмотреть ту же самую комбинационную игру, то вот, пожалуйста, у Шамародова в 66,1 точной передачи за встречу. То есть статистика на уровне его среднего показателя по карьере 66,5. То есть мы видим, что он старается взаимодействовать с партнерами. И, в принципе, в игре в пас он по-прежнему эффективен. Да, он отдает мало обостряющих передач. У него всего 0,5 ключевой передачи за встречу. Но для сравнения, в прошлом году в Ростове была 1,4. Но, с другой стороны, нужно отметить, что это ведь, скажем так, двусторонняя система. Ключевые передачи – это передачи, после которых твой партнер, которому ты передал снаряд, наносит удар. То есть здесь Шамародову мало вывести партнера на ударную позицию. Он должен еще ударить, как бы банально это не звучало. А вот с этим не всегда складывается у игроков Дженуа. И очень часто бывает такое, что Шамародов хорошую передачу отдает, а дальше у партнеров как-то не складывается. В Ростове он всегда знал, что Яременко жахнет, условно говоря, издали. Если что, ему можно откатить. Что тот же самый Байрамян вломится с флангой и нанесет удар. Что Попов может ударить и так далее. А вот в Дженуа все-таки мастеров удара не так много. Да и, в принципе, команда не такая бьющая, как Ростов. И не такая атакующая. Поэтому здесь раздать большое количество обостряющих передач он не может. Команда, в принципе, оборонительного типа. Поэтому здесь, конечно же, тяжело. Но зато в обороне Шамародов действительно тащит, помогает. И наверняка это оценит в том числе и новый наставник Балардини, который является приверженцем такого достаточно оборонительного и защитного футбола. И, в общем и целом, мне кажется, что первые месяцы Шамародова в Италии, конечно, вышли чертовски тяжелыми. Но будем верить в Эльдора и его светлое будущее в серии А. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.